Всем привет! Меня зовут Александр Голанцев. Я занимаюсь Tableau в компании Bioconsult. Этим видео я открываю серию видео о том, как работать в программе Tableau. Tableau это аналитическая платформа, которая позволяет загрузить данные, проанализировать, построить определенные визуализации и на основании их принимать решения для дальнейшего развития компании. Естественно, для этих целей существует Excel, однако он не всегда подходит, поскольку с каждым годом объемы данных растут, требования к определенной аналитике увеличиваются, сама аналитика усложняется и все это приводит к тому, что появляются такие биоинструменты, как Tableau. Для того, чтобы показать его простоту и изящность, я в этом видео построю несложный дашборд, который позволит вам оценить, насколько просто использовать Tableau в работе. Давайте подключимся к уже подготовленному источнику данных, его формат Excel, поэтому мы выбираем Microsoft Excel, кнопку, которая находится здесь, нажимаем на нее. У меня уже подготовлена папка, предначально была. Мы выбираем этот файл, нажимаем открыть и после этого нам на выходе даются варианты, к которым мы можем подключиться. Здесь всего два варианта. Это таблицы, которые находятся в файле Excel, которые расположены на разных листах. Нас интересует таблица заказы, orders. Если кому-то интересно, то это классический датасет от Tableau, который называется Sample Superstore. Я уже с ним работал, его перевел, поэтому некоторые названия столбцов, они написаны по-русски. Здесь мы видим покупатель, его уникальный ID, откуда он, сам регион, какой товар он заказывал, что компания с него получила, то есть суммарной продажи этого товара в данном конкретном заказе, конкретного товара, конкретному покупателю, конкретное количество. То есть у нас есть суммарная продажа, суммарное количество, скидка, предоставленная покупателю при покупке и итоговая прибыль. Как мы видим, прибыль может быть как отрицательной, так и положительной. Также мы видим определенные затраты на доставку, которые у нас есть, и приоритет заявки, то есть вся необходимая информация по заказам, которая может быть нами использована для получения каких-то результирующих ответов. С помощью табло давайте попробуем ответить на два вопроса, которые нас могут интересовать, если представим, что мы владельцы данной компании или несем какой-то ответственный результат. Давайте попробуем ответить на первый вопрос, насколько прибыльна наша компания и прибыльна ли она. Загрузив данные, я могу перейти к построению визуализации. Стоит отметить, что Tableau отличается от двух своих ближайших конкурентов, клик и Power BI, в данном случае именно по подходу, к которому устроится визуализация. То есть, что в клике, что Power BI, у нас сразу есть дашборд, который мы можем формировать. То есть, у нас один лист, который мы можем сделать, как оставить одну визуализацию, так и сразу построить несколько. Tableau выбрал немного другую стратегию, в данном случае. Формируется большое количество листов, и после этого, если необходимо, формируется дашборд. То есть, вы видите, здесь вкладка New Dashboard. Если мы туда зайдем, то все сделанные листы, в будущем, которые у нас будут, мы сможем перенести на дашборд. Это вы увидите в конце этого видео. Давайте перейдем к построению визуализации. Нас интересует сравнение прибыли и продаж во многих разрезах. Поэтому давайте нажимаем два клика мыши на каждой из показателей, и Tableau автоматически выбирает подходящую, как по его мнению, визуализацию. Ну, в данном случае, у нас график рассеивания не очень интересует, поэтому мы давайте принесем прибыль в столбцы, и у нас будет два барчарта. Слева у нас продажа, справа прибыль. То есть, мы видим, что при наведении на продажу, мы видим, что у нас продажа 12,6 миллиона, а прибыль почти полтора. В целом, неплохой показатель, но давайте посмотрим поподробнее. Давайте взглянем на измерения, и мы можем заметить, что у нас есть такие измерения, как продукт, категория и подкатегория. Это все измерения продукта. То есть, категория объединяет несколько подкатегорий, а подкатегория объединяет несколько продуктов. Давайте объединим их в одну иерархию, и посмотрим, как можно с этим работать. Путем простого притаскивания от низшей к высшей категории, мы можем ее создать. Называем ее продукты. Создали продукты, и принесем сюда еще сам продукт. Таким образом, мы получили иерархию продукты. Теперь мы можем ее добавить в строчки и увидеть распределение по каждой из иерархических частей. То есть, если мы посмотрим по категории, то мы видим, что везде положительная прибыль и продажа примерно на одном уровне. Если посмотрим чуть ниже подкатегории, то мы видим уже, что в категории мебели под категории столы у нас есть проваливание. То есть, мы видим отрицательную прибыль, что является не очень хорошим показателем для компании. Давайте отсортируем результат, полученный результат по прибыли, от меньшего к наибольшему. Мы видим, что столы остались отрицательными, а вот в констоварах есть несколько подкатегорий, которые тоже не очень лечат прибылью. Давайте уберем отсюда из визуализации понятие категории и будем смотреть исключительно по подкатегории. Так более наглядно и помогает сконцентрироваться на самом главном. Также выделим, чтобы визуализация была на весь лист и назовем его «Анализ по категориям». Теперь, для того, чтобы все еще стало понятнее, мы можем добавить подпись ее. Это делается довольно просто. Во вкладке «Маркс» мы нажимаем на поле «Лейбл» и нажать «Show Mark Labels». И тогда мы увидим подпись для каждого из элементов визуализации. Мы видим, что отрицательная здесь только одна подкатегория. Это столы. Все остальные, там, держатели, этикетки, они находятся на уровне около нуля, что является не очень, опять-таки, хорошим результатом. Теперь давайте перейдем к построению другого листа. Теперь посмотрим результат работы компании в динамике. У нас есть поле «Дата заявки». Мы можем его перенести в столбцы. У нас высветится все по годам. 12, 13, 14, 15 года. После этого мы можем принести нашу подкатегорию, опять-таки, в таком же формате. То есть сделать все в формате таблицы. И после этого добавить прибыль, для того, чтобы показали, какие реальные цифры для прибыли в каждый конкретный год. Однако, на самом деле, так не очень удобно считать информацию. Лучше всего облагородить ее цветом, чтобы увидеть, где была низкая прибыль, где высокая, где вообще ниже нуля. Мы заходим во вкладку «Show me». Нажимаем пункт «Hallet table». И у нас раскрасилась таблица. И мы можем посмотреть, какие результаты конкретной прибыли в конкретный год у нас были для каждой подкатегории. Если не очень интересно смотреть по годам, то мы можем посмотреть по квартально. И, например, мы увидим, что в подкатегории «Компьютеры» у нас в четвертом квартале 2014 года у нас также была отрицательная прибыль. Давайте опять-таки выберем формат «Interview». Так будет намного удобнее просматривать. И назовем данную таблицу как «Анализ прибыли». Даже «Динамика прибыли». «Profit Dynamics». «Dynamics». Я считаю, что нужно добавить еще визуализацию. Поэтому перейдем на новый лист и начнем ее тоже делать. Сейчас мы можем попробовать построить зависимость прибыли от продаж. Нажимаем по два раза на каждый из показателей. И для того, чтобы посмотреть в разрезе каждого покупателя, выбираем имя покупателя сверху. Перетаскиваем его на положку «Details». И мы видим график рассеивания для каждого покупателя. Теперь давайте немножко поиграем с внешним видом. Сделаем круги полными. Добавим границу. И сделаем чуть более прозрачным, для того, чтобы можно было видеть несколько слоев кругов. Вот в таком формате. Теперь добавим прибыль к цвету. Просто перетаскиваем ее и кидаем на вкладку «Цвет». И мы видим, что у нас раскрасился график рассеивания в зависимости от продаж и от прибыли. Назовем данную вкладку «Customer Analyze по клиентам». Теперь аналогично мы можем сделать по продуктам. Нажимаем правую кнопку мыши. Дублируем вкладку. Давайте ее сразу приименуем. Потом переделаем. «Product Analyze». Единственное, что нам нужно сделать, это заменить имя покупателя на продукт. Просто кидаем ее сверху. У нас меняется. И мы теперь видим, что у нас есть очень прибыльный клиент. Точнее продукт. Это вот Canon, скорее всего, фотоаппарат. И такое же большое количество других продуктов, которые мы можем смотреть. Однако вместе с этим у нас есть довольно отрицательный продукт. 3D принтер. Который, видимо, не приносит нам никакой маржинальности. Итак, построив 4 визуализации, хотелось бы их объединить. Табло позволяет это сделать с помощью дашборда. Мы нажимаем на вторую вкладку, где написано «New Dashboard». Нажимаем на нее. И путем перетаскивания добавляем все 4 визуализации. Добавляем анализ по категориям, динамику прибыли. Анализ по клиентам и анализ по продуктам. Возможно, мы хотим как-нибудь поменять их местами. Давайте сюда тогда перетащим динамику по прибыли. А анализ по клиентам добавим вот сюда. Если нам не интересно смотреть на вот эту вкладку «Легенду по прибыли», то давайте ее просто уберем. Вот. Также можем сделать, чтобы автоматически дашборд подгонялся под размеры экрана. И добавим небольшое претаскивание. Для того, чтобы можно было удобно смотреть, как что устроено. В целом, дашборд готов. Однако, есть одна проблема. Все 4 визуализации никак не связаны между собой. Это просто 4 разрозненных графика, которые мы можем смотреть. Но ими очень сложно будет пользоваться. Для того, чтобы исправить это, достаточно добавить нажатную кнопку, которая позволит фильтровать по каждой из них. Мы нажимаем на каждый отдельный блок, вкладку «Use as Filter». Нажимаем на нее. И это позволит нажимать на каждой конкретной визуализации и фильтровать по всем остальным. Для примера давайте мы выберем «Столы». И у нас должно все отфильтроваться. Как мы видим, мы выбрав «Столы», видим, что во всех визуализациях есть либо отрицательная прибыль, и также видны сразу многие проблемы. То есть, если мы взглянем на анализ по клиентам, то увидим большое количество отрицательных клиентов. Особенно если мы посмотрим, вот, Джули Крайтон. У нее, она приносит нам отрицательную прибыль в размере 3000, при этом у нас самый прибыльный клиент в данной подкатегории приносит чуть больше двух. Возможно, компании нужно совсем что-то сделать. Аналогичная проблема состоит с продуктами. То есть, некоторые продукты в данной подкатегории не подходят для того, чтобы их продавать и зарабатывать на этом деньги. Таким образом, буквально за 10-15 минут я вам показывал, как мы можем построить информативный дашборд, по которому уже можно принимать какие-либо решения. Это показывает значительность и скорость работы Tableau как инструмента для анализа данных. И в дальнейшем, в следующих видео, я продемонстрирую то, как можно делать более глубокий анализ, строить более сложные визуализации и отвечать на более сложные вопросы. Всем спасибо за внимание.